Друзья, приветствую вас! У меня сегодня отличная новость. Незаметно пролетели 5 лет нашей жизни в Словении, и через 5 лет мы смогли собрать пакет документов и отдать свои документы на получение ПМЖ. Это просто невероятно для нас радостная новость, но, к сожалению, это еще не все. Подача на ВНЖ – это такая лотерея, никогда не знаешь, сколько тебе придется ждать. Есть случаи среди моих друзей и знакомых, когда получали ПМЖ через буквально 2 месяца, а есть случаи, когда людям пришлось ожидать получения ПМЖ больше года. И поэтому это только первый этап. Но все равно мы очень рады, потому что мы собрали весь пакет документов, мы заполнили заявление, мы соблюли абсолютно все условия и смогли подать очень быстро, без всяких нареканий, наши документы. Также у нас взяли отпечатки пальцев. И за подачу заявлений, за подачу рассмотрения нашего дела мы заплатили 380 евро. Это два взрослых и два ребенка. Сейчас нам остается только ждать. Параллельно, конечно же, я не буду просто так сидеть ждать. Нужно будет очень быстро узнать, кому попадет, какому референту попадет наше дело в руки. И нужно будет наладить, установить с ним связь, чтобы мы могли каждый месяц посылать ему новые зарплатные листы и выписки из банка. Будем надеяться, что это все пройдет быстро. И как выяснилось, что не все люди знают, какое же отличие между ПМЖ и ВНЖ. Мне писали подписчики в инстаграме и спрашивали, почему вы так радуетесь подачи своих документов на ПМЖ. В чем же отличие между ПМЖ и ВНЖ. И я решила с вами поделиться, в чем же основные отличия. Первое отличие это то, что ПМЖ, карточку ПМЖ постоянного места жительства вам выдадут на 10 лет. И не нужно вам каждые два года, а поверьте, два года это очень мало, два года пролетают вообще абсолютно незаметно. Вам не нужно будет каждые два года снова собирать весь пакет документов, опять оплачивать за рассмотрение вашего дела, опять ходить к чиновникам. Это очень неприятно. Вы должны постоянно находиться в ожиданиях, вы должны постоянно думать, как же правильно вам собрать пакет документов. И надеяться на то, что ваши документы попадут к опытному специалисту, который рассмотрит очень быстро ваше дело. А ПМЖ, карточку ПМЖ вы получаете уже сразу на 10 лет. И буквально после получения ПМЖ, через 5 лет вы можете подать на гражданство. То есть это очень облегчит вашу жизнь. Это просто невероятная будет для вас радость. Второе существенное отличие ПМЖ от ВНЖ, это то, что вы получите постоянную прописку, с которой легче открывать счет в банке и получать кредит. Третье отличие, это то, что дети могут уже бесплатно учиться в высших учебных заведениях и также в колледжах. Четвертое отличие, можно голосовать на местных выборах. То есть на президентских выборах вы еще не имеете права голосовать, но, например, за мэра города или общины вы уже можете пойти и проголосовать. И последнее очень существенное отличие, это то, что у вас появится свободный доступ к рынку труда. Вы сможете закрыть свою компанию, встать на биржу труда и попросить, чтобы вам помогли найти работу. Многие мигранты из бывших стран Советского Союза переезжают в Словению по программе открытия своего бизнеса. Но, к сожалению, не у всех бизнес идет гладко и некоторые еле-еле вытягивают ведение своего бизнеса, оплату налогов и выплату себе зарплаты. И, конечно же, многие люди бы хотели закрыть свой бизнес и пойти работать обычным наемным рабочим или специалистом. Но, к сожалению, ВНЖ, карточка ВНЖ не дает такой возможности. Вот, например, я имею вид на жительство по воссоединению семьи и у меня нет свободного доступа до рынка труда. Я не могу свободно пойти и устроиться в любую компанию. Но, когда у меня появится ПМЖ, я уже смогу свободно искать работу. Конечно же, исключением являются редкие, очень важные специалисты, которые могут свободно найти себе работу. Такие, как программисты, инженеры высокого уровня. Они могут найти работодателя, который в них очень заинтересован. И он им специально может сделать рабочее разрешение. Но такие обычные люди, как я, которые работали у себя на родине простыми менеджерами в банках или страховыми агентами, у них, к сожалению, такой возможности нет. И поэтому нужно дождаться получения карточки ПМЖ и уже потом искать себе работу. Друзья, вот это вот видимое отличие ПМЖ от ВНЖ. Если вы знаете еще какие-то дополнительные отличия, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне было бы тоже очень интересно об этом узнать. Если вы так же, как и я, живете в Словении или только планируете переехать в Словению, то я вам желаю, чтобы все ваши дела очень быстро рассматривались и всегда был положительный результат. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok